Сейчас, Олег, подожди, Петрович, на двух словах, на камеру скажи, что это. Материал браката наносится на агрополотно. Да, вот такое. Загрел уже и тело-клёв. Ценовая политика и магазин, где продают. Да, Олег вам скажет, где на полотне. За отдельную плату. Используется в агропромышленности, рынок, магазины, все точные, все рабочие. Да, и расскажи, например, зачем мы это делаем, Петрович, расскажи. А делаем это того, чтобы потом по этой фактуре напечатать изображение. Мы делаем подложку для фрески. Как долго сохнет. Долго, 2-3 часа. Но печать лучше делать через несколько суток. Перепечать и грунтовать нужно? Не могу сказать, зачем. Давай, нужно перейти. Нет, нет, сам всё идёт. А главное, чтобы не приняли это. Это агрополотно. Да, как папирус. Да, пробовали. Ну, я вижу, что пробовал. Да, из мастеров. Нет, так это я пробовал. Мастеров, так говори, что очень хорошо выглядит. На цвета делать. Нет, это агрополотно. Это самое плотное я брал, а здесь самое тонкое. И его наносили как папирус. Ну, то есть можно с его снять. Ну, это с толстого. Да, с толстого будет. С толстого будет вот такой. Ну, давайте. Сейчас ты делаешь наносит браката с агрополотна. А это я пробовал сделать под папирус, как под тиснённую кожу. Тоже нанёс, так сказать, с помощью агрополотной и патина наша. И вперёд. Да, патина. Она выступила вместо клея монтажного. Ну, и потом лазурьками можно обыграть. Можно там той же Марселем несколько цветов сделать. И вот эти прожилки тоже будут видны. То есть их не нужно будет отрисовывать. Вот сейчас их, кстати, и попробую. Видишь, какая-то идея мне только подошла в голову. Ну, не буду, Петрович. Здесь надо, я думаю, что разношение того облака. Вешенки заслуют? Да. Но могу сказать по опыту. Я пробовал браката, мне очень нравится материал. Я брал колс. Есть на ДВПшке натярот холст длиной. И на него наносил браката. А потом можно относить печать. Не, ну правда они сделали вот этот как бы объём. Да, да, да. Бросали. Ну, суть, что это можно и на холсте, и не обязательно там нажать. Просто цена вопроса. Если этот стоит, сколько мы считали, там копейки, 2 гривны. 3 гривны. 3 гривны квадратный метр. И на него нанесли... Так, локол, это порядка. Не получилось. То есть 10 раз он уже сывал колонны. И шлёз. Если шлопать. Всё можешь делать. Да, да. Конечно. То есть здесь, например, браката, потом шлоп, правилки. Надо же сделать вот этот смысл заполнить. Первый год снизу смысл, а дома, которые за ними, вроде бы... Как, да. Вот это уже выше. И вот это уже выше, это вот тащит. Да, и снизу на печать, да. То есть это получается такая инновационная, можно сказать, так сказать, и это подача Петровича... Да, да, то есть ты можешь сам эти холсты делать с помощью браката и... Можно, опять-таки, наш парсель, да, тоже получить. Там чуть его подмешать. Даже мне, по-моему, не кажется, и чистый парсельник. Да, да, чистый парсельник там тоже волокна хватит. Его развести немножко. Там, правда, фартура будет мелкая, но хватит его. Да, хватит, то есть, ну, опять... Смотря как можно себе создать эффект. Еще помните о том, что под низом вы должны положить клеенку, чтобы у вас не прилипло ни к столу, там, или стекло. То есть стекло оно там... Ну, лучше клеенка. Лучше клеенка. Клеенка, да, и через клеенку она высохнет. Все, свернули и отнесли на ушко к печать. И получили такую, где наша квитка? Сорока? Да, сорока-белобок. Я не знаю, где-то там ездит. Это была шестянка, что ли, чеканка. Да, и получается, относим на ушко печать и получаем вот такую красоту. Только если здесь я делал под низом фактурку и потом клеил папирус с изображением, то здесь получается мы фактуру и без уже папирус упускаем, у нас сразу идет фотопечать по фактуре. А насколько грубую фактуру они могут взять и печать? Ну, там головки у них поднимаются, печатные, там до 7 сантиметров. Ну, пускай там... Ну, максимально это 18 сантиметров, по-моему, что я слышу. Сантиметров? Да, пропечатать. Картинка шлиф не получится. Сантиметр. Сантиметр. Нет, я не знаю, как сантиметр. Они печатают на бареллеты. Мишками, да? А если там такая выпадка, скажи, они сбоку не печатают, как долго туда заходит? Я не знаю, как она заходит, я не знаю, как технологии, но у них есть порожек до нескольких десятков сантиметров. Это там, где вы были, они боялись это делать? Нет, 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 это есть отдельно, это делают те, которые печатают на, получается, в тебе опять в форме шкафа. Ага, филинчатые двери печатают, там где тоже надо пропечатывать. Есть плитка объемная, мозаик как-то там печатают, да, ну, типа как из Ростова. Ну, я не знаю, насколько это высоко поднимается у них. Достаточно даже хотя бы 5 сантиметров. Ну, это же, это высому альтернативу. Да. Главное, чтобы не боялись. Такую толщину не несете. Главное, чтобы опять, вы не боялись экспериментировать. То есть, вот показали мы, да, с папируса уже вам знакомо. А вот то, что вот на агрополотне, с нашим материалом, печатаете. Есть арокал, пленка, термоустарк. Вы создаете любую подпленку. Нет, это тоже, говорили. Местами, местами, местами. Печатаете на арокалке. Он есть гляд, он есть матомый. Это вы, или нет? Клеите его на поверхность, прикладывайте к поверхности. Снимайте защитную пленку, прикладывайте к поверхности. Берите на строительный фен, грейте, берете махловицу и притомповываете. И он за счет этого нагревания, он обжимает любую поверхность. То есть, это расписку. Нет, там довольно-таки... А арокалы тоже там разные бывают. Там очень разные, но есть вот для термоухуду тяжкий. Да, это температура фен. Промышленный, строительный фен. Сколько он дает? Попробуйся, берешь махловицу и раз, она песчинка облакла. Петрович, будешь еще? Нет, он тоже высохнет. А куда его положить? Ну, сейчас кто-то пробовал. Повесить? Повесить. Каркас из корки, либо пятерки, либо четверки. И... Они ее как-то выставляли. Сейчас я его не буду. Скрутил зарачили. А потом, когда выщивали сеткой, ребята ее брали местами, где надо. Прямо за эту. Придавили. Чем интересен вот этот фокус, когда вы делаете самостоятельно фреску на полотне, чем интересно, что вы своей рукой сделали декор. Олег, я не мешаю? Олег? Нет, нет, нет. Ты меня перекриваешь. Когда вы делаете собственной рукой декор на холсте, вы его напечатали, перенесли это изображение, приклеили на стену. А здесь вы можете обыграть тем же материалом и тоже своей же рукой. И у вас получается ощущение, что это будет монолитная поверхность. То есть она не будет, что здесь будет одна фактурка, а здесь будет другая. А еще плюс, если вы еще обыграете патинами, как это я делаю, то получается ощущение, что он сливается с поверхностью. То есть не будет видно грань, где у вас начинается фреска ваша декоративная и где она заканчивается. С помощью патин вы можете, если еще патин вы делаете на основе этого же материала, то он практически край, заложить край вот этого материала, приклеили, а потом еще под него и заложили своей же рукой. Понимаете, о чем идет речь? То есть приклеили фреску, уже готовы. А вот эти края, которые остались у вас, или заполненные, вы заполняете, по ним же материалом получается она в одежде. Что-то такое. У нас состыковать конечно сложно. Это так как? Подбираете по цвету, по фактурке, ничего такого. Тут только что может быть, только что перепад дает толщины материала. Можно его обрезать. Там он не дает толщину, потому что вы его приклеили. Нет, но бракат сам материал тонкий. И положите на стенки у вас браката. Можете обрезать его, кромка такая. Можете первым слоем положить. Ну, как обычно на стенке. Сделал половину, высохло и дальше стыковать. Уже стык есть. По сухому стыку. Не могу согласиться. Но саму идею вы поняли, да? Ну да, понятно. А там уже все эти технические вопросы. Как кто-то говорил, я ведь не практик, я стратег. Идею дал, как например было и с фреской. Когда мы ее предложили, то есть тоже у меня не было ни навыков как с изображением работать, ни на каких машинах, ни на каком материале. Но когда, так сказать, поднялся с ребятами, то прошло время и уже кто-то подтягивался там, подсказывал мне, на каком машине это лучше печатать, на каком материале, как искать это изображение. То есть если вы уже этим вопросом будете заниматься, то и производственные вопросы будут тоже решаться самостоятельно. И отставлять? Ну, я хотел вот попробовать этот, Петрович. Попробуй. Как она себя поведет? Попробуй. Ты хочешь? Да, да. Сейчас. Попробуй. 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 Ну, здесь. А, здесь. А, я не вижу малярка. Олег, где-то ее? Дина, еще где-то там. Нет, то я отдал. Понял. Попробуй. Попробуй. Так, сейчас еще один. Трюк. Агрополотно. Мы попробовали его санитировать как мешковину, как тюль. Нет, с тюлей то уже дизайнерский подход. Ну, сама идея, что мы сейчас агрополотно приклеили. Приклеили и его смоделировали как тесненную форму. Там тесненок как-бы-то сложен? Исходя из того, что Арк Петрович говорит мне, что это был самый плотный, да? Агрополотно. Самый толстый. Ну, то, что я видел, да. Да, да. Который у него попадалось в его руки. Есть тоньше агрополотно, поэтому и рисунок с нее будет более изязачный. Когда я попробовал вот этот вариант, мне не очень он удовлетворил, но вот в этом варианте он будет идеальный. Ну, и с этим тоже сейчас мы попробуем что-то сделать с него очень, так сказать, подходящее. Для этого вооружимся. По-моему, даже вот этим. Я увидел первый раз, или в четвертом, или в пятом, или в катом, готическом. Когда потом появился более-менее скоростной интернет, у меня попалась книжка в 63-м году. Там вот это все описано. Лучше, Петрович, намного не тянет. Давно используется. Да. То есть, ничего нового. Все. Все новое, хорошо забыто старое. Просто она сейчас привыкла, что раз, два, быстрее, быстрее. А там это все. Скопулезно. Включите. Так. Попробую я его акварелькой. То есть, есть у нас еще материалы, мы его не презентовали. А ты где-то же поставил. А что, я его сюда. Я его сейчас отклирую, хорошо. То есть, акварель. Акварель. Петрович, может, если поможет мне? Помогу, сейчас. По цветам, сейчас я быстренько буду брать. Что накрыть? Не, не накрывай. Открыть. Открыть. Ну, смотри, зелененького не было. А там. Вот зелененький надо еще дались туда. Ну, хорошо. Давай. От желтой. Дай мне. Вот этот. Вот этот. Да, мне вот этот. Да, вот этот. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Желтый у нас опасный. Опасный в том плане, что он может… Выливается. Резко. Вот этот. Так скромненько. Отлично. Ну, хорошо. То, что я говорил, что той техникой, которой мы показывали инкрузию… Что сейчас будет? Это акварель. Акварель… А какая она здесь? В прайсе… Если не ошибаюсь… Софт… Зашифрован. Софт… А ну, Петрович, напомни мне там. Софт… Зефиро. Да. Зефиро софт. Нашли? Петрович, дай мне еще синенького. Петрович, дай мне еще синенького. Тридцать третье поправься. Угу. Угу. То есть, чем этот материал интересен, можно его доносить, как замш. Замшевая. Вот замшевую. А можно я его так… Ну, можно так достать чем-то. получается в его осторе получается он нам кварцевой муке замешан то есть если мы там говорили штука экстра штука да там мраморная да там есть известковые у нас наполнители то здесь получается квадс мелко мелкими так как у запаса и вот когда мы ее уже закончили на ощущение будет она не гладкая будет она такая шероховатая это раз такого приятная шероховатость она вот у меня дай тут без первых который зелененький да вот получается я и пробовал на фактурку носил и вот она такая прозрачная и она вот на ощупь такая ну как вы ее можно обозвать здесь есть история та же самая то есть вы нанесли материал и бывает какая ошибка и у меня и у тех которые начинают эта техника работать они хотят сразу же сделать какую-то там шедевр декоративного зодчества и что у них получается ну и у меня начало были такие же когда я начинал его сразу же так сказать формировать то мне что получалось я потерял снимал потом ложим снимал ложил и у меня получалось грязь в конце концов для того чтобы этого не произошло нужно опять-таки вакет положили и оставили не трогать его придать ему какой-то как говорится отдушину чтобы она так сказать постояла на стенке потом не подходите не не носил уйти или это с любым материалом который бы вы не работали именно многоцветки вы не старайтесь делать сразу там шедевральные дайте постепенно будем к ним подходить нужно желтый еще раз потрясаю да акварелька кварц пудра кварцевая тоже долгоиграющая то есть ну наверно наверно еще похлеще чем до штука экстра еще она более открыто и можно просто отдельно наносить можно типа глины можно она также ешь можешь моделировать как и марсель очки можно да да все 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 моменты просто на ощупь на ощупь она будет такая вот как замшевая ткань вот это единственное у нее и она просто такая прозрачность и вот образец и обратили внимание то есть видно все слоя то есть вот где я показывал когда проговорил ребята маты давали сирс с яной да никак не может так как обеешь я же понимаешь я саму сейчас тяжелому стою стою перед этими чарами если в песке я я чем когда очень классная вещь получается ну еще бы я тренировал долго насколько и бросок уже испортил тут меня виктория гоняет как кота погоняет а я говорю виктория так это же говорю не разбившие лица яйца не сделаешь яичницу так мы помните мы обещали вам показать еще одну тех технику который можно использовать в таком миксе кроме того что там продольная или поперечная можно делать вот такого плана то есть вроде как миксовать и в таком виде понятно да а потом и потом аккуратненько их снимать и вот то что я говорю оставляем то есть не насилуем это самое главное вот здесь пожелание чтобы вы его одни не 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 хотели сделать сразу там шедевр оставьте оставьте пускай постоит подойдете нему там ну через полчаса он еще будет открыт то есть акварелька дает очень открытым моменту не очень высок когда как возник вообще это история мы его сделали не добавить вот эти я вижу не попал получать получается я зачем тогда там папирус это просто одну был у меня этот образец его похоронили да да не похоронили сейчас все равно там проявится дайте время на 1 тонны папирус я хотел вам рассказать байку как этот материал появился откуда эта история если вам интересно пока она сохнет я остался один на заказе без напарника там получается был режимный объект по пропускам я больше никого не мог пригласить пропуск на него выписали все не появился я остался один а стена была там прилично там метров 12 наверно длины и метров 7 высоты и мне нужно было ее это не это было не одна стена и что я заметил что когда начал делать там подобная была многоцветка то у меня каждый день получалось разного цвета но разной разный рисунок наверно так можно сказать каждый день я приходил брал стену и делал у меня каждый раз получалось другой мастер делала ваша стена большая да и ты с одним настроением до понедельник вторник среда в пятницу самый веселый рисунок до конца мы уже с рисунок и на тебя что с этим делать сказать ничего не понимают нет это не проходило там это конча за спортом прокурору ночи как она очень проходила остался вопрос следующий что нужно было сделать такой материал который бы мне это все обобщил бы то есть он бы и не скрыл все что я рисовал смягчил бы да и дабы чтобы сены были более-менее однотонны я пошел на самую там крайнюю меру я взял ну свой любимый тогда работал еще стартовая шпаклевка иркомовской и смешал ее один к одному с клеем обойны получил такую патину представляете да ведро клея и ведро шпаклевки смешиваем и получается такой безе даже и не назвать его модельной массой но наверно такая модельная масса таком без желеобразном виде таком безе такое ну во-первых открытый момент сумасшедший да она не синокроющая но очень все которые мне нужно было показать или я с ним получил я не мог записать видео то есть запрещалось там что-то там какие-то комментарии там я думаю но не за и такой шикарный материал такое открытие случайно можно так останется так сказать без внимания и когда пришел уже с петровичем вспомнил эту историю попросил чтобы он сделал не подобный материал чтобы это можно было открытым маневр чтобы можно было прозрачность у меня была такая достаточно чтобы можно было делать такие многоцветные вещи когда их обобщать и родился вот родился парень к может полгода больше и вот то что сейчас вам покажу это как один из вариантов да то есть многоцветка а уже как говорил олег ее же можно